Несколько лет назад я читал одну интересную книгу, это биография музыканта, который впоследствии стал верующим человеком. Он в ней поднимал множество разных аспектов, множество тем, но то, что мне наиболее запомнилось, как он описал момент своего покаяния, когда именно он встретился с Богом. Он рассказывал о том, что его пригласили его верующие друзья, христиане, тоже музыканты, на просмотр фильма об Иисусе Христе. Это был не тот фильм, который вы все знаете, фильм Иисус, такой нашумевший, популярный. Это была пятичасовая версия фильма об Иисусе Христе, может кто-то видел, там много серий, и от самого рождения до конца. И они смотрели, естественно, от начала до конца, и все вот эти друзья, которые его пригласили, они все позасыпали в этот момент, и он досматривал уже сам. И вот этот момент распятия Иисуса Христа, момент его воскресения, и все, так как его друзья заснули, ему не с кем было поговорить. И он говорит, этот фильм произвел у меня очень большое впечатление, и он вышел на улицу, это было на берегу Финского залива. Он вышел на улицу, и как раз солнце садилось, и огромный оранжевый диск, он садился за горизонт этого Финского залива. И он говорит, я сел на берег, на песок, и начал смотреть на эту красоту, и задумался о том, что насколько большая, огромная Вселенная, и насколько должен быть огромный и сильный Бог, который все это сотворил, если все настолько прекрасно и замечательно устроено. И он подумал, вот этот момент его покаяния, он начался с того, что он подумал о том, какой величественный Бог. И если цитировать дословно, то он сказал, если Бог по своему слову смог сотворить все это, то насколько же он тогда великий. И это был момент его покаяния. Он не выходил в церкви, не падал на колени, но он просто в глубине души признал величие Бога. И это стало началом двуххристианского пути. И вот соединение между великим Богом и нашей землей, это его слово. Бог своим словом сотворил всю землю. Я думаю, все вы читали в начале книги Бытие, в третьем стихе сказано, «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Потом об этом же писал Давид в тридцать втором слове, шестым стихом. «Словом Господа сотворены небеса, и духом муски его все воинство их». То есть, слово Бога имеет невероятно огромную силу. Мы читаем об этом из Библии, и мы, верующие люди, прекрасно это понимаем, что слово Бога, это не просто так, это что-то очень важное и то, что имеет невероятно большую силу. Я хотел бы задавать вам вопрос. Когда вы думаете о себе как о христианах, когда вы позиционируете себя как христиан, приходилось ли вам когда-то задумываться об оценке своей веры? То есть, как вы проверяете свою веру? Кто об этом когда-то задумывался? Все задумывались. То есть, мы все рано или поздно приходим, каждый верующий человек когда-то об этом начинает думать. То есть, если я верующий человек, то как я могу оценить? Действительно ли я верующий человек? И как оценить свою веру? Ну, ее степень. Очень часто христиане любят оценивать степень веры других людей. Это очень распространено, я думаю, вы сталкивались, что гораздо приятнее, наверное, и интереснее оценивать кого-то. И мы все склонны это делать. Но очень редко, и это очень плохо, что это редко, то что мы редко задумываемся о том, насколько же, насколько сильная моя вера, насколько я могу оценить свою веру. А есть такой хороший стих, 2 Коринфянам, 13 глава, 5 стих. Тут сказано следующее. Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте. Если, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос спас, разве только вы не то, чем должны быть. Это вот последняя фраза, она очень важна. Разве только вы не то, чем должны быть. Помните, был такой эпизод в истории России, когда затонула подлодка Курск в начале 2000-х годов? Нашумевшая история. И вот одна из причин, почему эта подлодка затонула, вернее, не почему она затонула, а почему не смогли спастись те люди, которые находились внутри этой подлодки, была в том, что спасательный буй был приварен сваркой к корпусу этой подлодки. То есть этот буй как бы существовал, и люди могли в него сесть и всплыть наверх. Но он был приварен. Почему так случилось? Потому что, когда проходили военные испытания, этот буй в момент каких-то мощных выстрелов, он все время отстегивался и уплывал наверх. И потом нужно было прилагать большие усилия для того, чтобы его достать и закрепить заново. Это настолько надоело руководству, а так как учения проводились часто, им это очень быстро надоело, они его просто решили приварить. То есть по факту они могли спастись. То есть по факту был этот буй, но фактически его не было. Вы знаете, что-то подобное бывает иногда в нашей жизни. То есть вроде бы мы христиане, вроде бы мы называем себя верующими людьми. Но когда в нашей жизни наступает момент, когда что-то идет не так, и какое-то испытание, или искушение, или какие-то жизненные проблемы берут нас на весло, то наружу начинают влазить совершенно не те качества, которые, даже те качества, которых мы в себе не знали. То есть вот этот стих, который я прочитал, раз и только мы не то, чем должны быть. Так чем же мы можем проверить свою веру и как мы можем оценить? И совпадает ли наша оценка самих себя с той оценкой, которую Бог дает нам? Однажды произошло тоже крушение самолета в Канаде из-за того, что закончилось топливо. Когда этот самолет заправляли, перепутали литры и галлоны. То есть нужно было заправить в галлонах, а заправили в литрах. Естественно, топлива не хватило, и самолет упал. То есть система измерения, которую применяли заправщики, отличалась от той системы измерения, которая была указана в накладной по заправке. И поэтому самолет, естественно, упал. И иногда бывает в нашей жизни, что мы тоже можем оценивать себя неверно. Однажды Христос, обращаясь к Своим ученикам, сказал им такие слова. Это Евангелие от Матфея, 7 глава, 21-23 стих. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». То есть наступит, в жизни каждого человека наступит этот момент, когда он пристанет перед Богом. И вот очень важно и очень хорошо, если бы в этот момент, когда это случится, та оценка ценностей или та оценка самих себя, которую мы даем сами себе в своей жизни, чтобы эта оценка совпала с той оценкой, которой Бог оценивает нас. Вы знаете, один из критериев, по которому мы можем оценить свою веру, и по которому мы можем оценить свою духовную зрелость, это отношение к Слову Божьему. Сегодня мы с вами будем читать и немножечко подробно разбирать притчу о сеятеле. И перед тем, как мы ее прочитаем, очень часто эту притчу, когда на эту дему проповедуется, эту притчу очень часто приписывают к неверующим людям. То есть такой обычный стандартный баптист, христианин, пятидесятник, неважно кто, протестант, когда читает эту притчу, он думает, что он так, ко мне это не относится. Это относится вот к тем людям, которые еще не знают Бога, это о них идет речь. Но вы знаете, я хотел бы, чтобы мы посмотрели на этот отрывок немножко под другим углом. И в этом отрывке речь идет как раз о нас с вами. Ее, конечно же, можно приписывать и к неверующим людям, но сегодня мы поговорим с позиции, какой урок мы можем извлечь из этой притчи, как христиане. Это тринадцатая глава Евангелия от Матфея с первого стиха. Выйдя же в день тут из дома, Иисус сел у моря, и собралось к нему множество народа. Так что он вошел в лодку и сел, и весь народ стоял на берегу, и получал их многими притчами, говоря, вот вышел сеять и сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали к тому. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, губяло, как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросло тернии, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во сто крат, а другое в шестидесят, иное же в тридцать. И чуть позже Иисус Христос дает толкование этой притчи своим ученикам. С 18 стиха. Мы пропустим небольшой отрывок. С 18 стиха Иисус Христос дает толкование этой притчи. Вы же выслушаете значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово, и тотчас радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостояния. Когда же настанет скорбь или гонение за слово, тотчас сопрозняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово. И оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слово и разумеющего, который и бывает плодоносен. Так что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, иной в тридцать. То есть здесь мы видим несколько категорий людей, которые по-разному относились к тому слову, которое к ним звучало. И первая категория людей это семя, посеянное при дороге. Это четвертый стих и толкование в девятнадцатом стихе. Мы только что их читали. То есть сегодня люди даже часто не хотят слышать слово Божие. У меня был такой друг, с которым я много раз пытался поговорить о христианстве, о Библии, как-то свидетельствовать ему, но он просто не хотел слушать. То есть до разговора даже не доходило. То есть как только речь заходила о христианстве, он сразу же уводил тему в другое русло. И в какой-то момент он сказал, я просто не хочу, чтобы об этом говорить вообще никогда. То есть даже не пытайся со мной об этом разговаривать. Об этом писал апостол Павел Димофею в четвертой клаве в третьем стихе. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут. Но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые вестили бы слуху. То есть, возможно, сейчас уже наступило такое время, когда христианского учения люди не хотят принимать. И вы знаете, если провести параллель с нами, с верующими, как я уже говорил, мы сегодня будем говорить об этой притче, проекции на христиан, то почему часто люди не слышат Слово Божие? То есть Слово Божие почему не достигает сознания? Возможно, что вы с таким сталкивались. Иногда бывает, читаешь Библию, и вроде бы ты ее читаешь, но в то же время твои мысли не куда-то улетают в сторону. То есть мы читаем Библию, возможно, каждый день, или стараемся, по крайней мере, мы должны стараться. Но бывает, читаешь, и мысли куда-то улетели. Что я должен сегодня сделать, кому нужно позвонить, что нужно купить в магазине и так далее. То есть мы делаем это на галочки. И по разным причинам сегодня Слово Божие не достигает сознания людей. Иногда из-за элементарной лени. То есть просто человек не хочет, то есть он называет себя христианином, но он не хочет слышать Слово Божие. Он не хочет открывать Слово Божие. В момент, когда Слово Божие случится в церкви, он может думать о чем угодно, только не о том, что говорится. Иногда бывает привычка не слушать или привычка не думать. Потому что, когда читаешь Библию, человек должен думать. Ее невозможно читать просто как художественную книгу. Какое-то повествование, которое ты прочитал, и на следующий день забыл. То есть чтение Библии, оно всегда подразумевает размышления над тем, что написано. Иногда людям просто неинтересно. Или они склонны забывать. То есть разные моменты не дают сегодня Слову Божьему проникнуть в наше с вами сознание. То есть иногда бывает, что душа человека, она просто закрыта каким-то панцирем, через которое Слово Божье не проникает. Иногда бывает даже это с верующими людьми, которые много лет ходят в церковь. И они настолько привыкли к вот этим христианским терминам, каким-то эпитетам, каким-то формулировкам, что они просто пропускают их мимо ушей, совершенно не задумываясь, о чем идет речь. И душа человека закрыта через таким панцирем, через Слово, через которое сложно пробиться. И тогда должно что-то очень сильное случиться в жизни, чтобы сломать этот панцирь, чтобы человек начал воспринимать Слово Божье. В этот момент Бог может начинать посылать какие-то проблемы. А вторая категория людей, это, можно их назвать так, это поверхностные энтузиасты. Это пятый и шестой стих. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Даже взошло солнце, увяло, как не имело корня, засохло. И 20-21 стих объяснение. А посеянные на каменистых местах означают того, кто слышит Слово, и тача с радостью принимает его. Но не имеет в себе корня и не постоянен. Когда настанет скорбь или гонение за Слово, тача соблазняется. То есть, сегодня мы живем в такое время, когда люди находятся в такой власти моды. То есть, постоянно диктуется, что модно, что не модно. И, естественно, что многие люди в какой-то момент принимают христианство на каких-то поверхностных эмоциях. Помните вот эти огромные евангелизации, которые были на территории Украины, России, Белоруссии, Казахстана в 90-е годы, в начале 2000-х? Может быть, видели трансляцию или сами обували, когда огромные толпы людей выходили и каялись. Стоит вопрос, где сейчас все эти люди? Куда они делись? Я слышал такую статистику, что в Украине на всех евангелизациях от 90-го по 2000-е какой-то год покаялась, это имеется в виду не только баптистские, это все протестантские динаминации. То есть, на всех мероприятиях покаялось количество людей, которые у кого-то в три раза превышают население страны. То есть, по статистике, по цифрам, как было на самом деле, неизвестно, где все эти люди сегодня. То есть, бывает такое, что человек принимает христианство, принимает слово, возможно, он выходит в церкви, кается, плачет, но потом проходит какое-то время, и человека уже нет. Я помню, когда были 90-е годы, я был тогда еще ребенком, я помню, сколько людей выходило каяться. И многих из них я даже запомнил по фамилиям, по именам. И когда пришла пора соцсетей, появилась возможность некоторых из них найти, ну или случайно, или специально. И вы знаете, жизнь сложилась у многих людей очень по-разному. То есть, многие эти люди, которые были очень с виду искренними христианами, сейчас ведут такой образ жизни. У многих уже там три брака было, уже там у некоторых девушек, у некоторых ребят по трое детей от разных партнеров. То есть, хотя эти люди с виду были очень искренними, но что-то, что-то в их жизни случилось. То есть, они приняли слово, но, как здесь написано, когда же взошло солнце, увяло. То есть, человек стал непостоянным, он не имел корня. Христианство ставит перед человеком определенные условия. И когда человек принимает слово Божье, то это в первую очередь волевое решение. Ни в коем случае не на чувствах. Когда человек принимает какое-то решение на чувствах, скорее всего, он потом очень быстро это поменяет. Потому что чувства изменятся и все. Поэтому, когда речь идет о действительно разумном принятии Евангелия Иисуса Христа, то в первую очередь речь идет о именно волевом решении. Когда я действительно в глубине своего сердца понимаю, что без Бога я больше прожить не могу. То, что моя жизнь без Него невозможна. И что бы ни случилось, я хочу следовать за Ним. И вот когда созревается спокойное такое волевое решение, это можно, в принципе, уже даже назвать настоящее покаяние. То, что следует потом уже, когда человек обращается к Богу, это уже следствие. Но решение, оно созревает внутри сердца. И действительно, когда человек принимает христианство не на эмоциях, а действительно волевое решение, разумное, обдуманное, то вот такие люди, они потом следуют за Богом и действительно жизнь имеет результат, хороший положительный результат. Помните, когда Иисус Христос был в Гефсиманском саду, какие чувства у него были? Он не хотел идти на крест. То есть были чувства, что он молился Отцу и говорил, да минует меня чаша сия. То есть его чувства, так как Бог был заключен в земное тело, его чувства говорили ему о том, что нет, я не хочу туда идти. Он понимал, что сейчас, вот еще пройдет немного времени, его будут бить, будут заколачивать эти гвозди в тело. И в конце концов он умрет, и Бог Отец от него отвернется на какое-то время. То есть наступит смерть физическая, и Бог его оставит. Он это понимал, и он не хотел этого. Но у него было волевое решение. То есть он сказал сам себе, что я пойду и сделаю это. То есть это было его решением, и он до этого пришел. И поэтому можно провести такую параллель в нашей жизни, что когда мы следуем за Богом, то мы в первую очередь должны основывать свое христианство не на чувствах. Чувство это следствие. То есть это то, что следует потом, после того, как мы приняли какое-то решение. Третья категория людей. Мы можем прочитать их в седьмом и в двадцать втором стихе. И ноя упала в тернии, и выросла в тернии, и заглушила его. И двадцать второй стих. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обращение богатства заглушает слово. И оно бывает бесплодно. То есть это категория людей, которые принимают слово Божье, которые тоже, возможно, становятся христианами, но ровно до той степени, чтобы это христианство, оно не потревожило их уже существующий уклад жизни. Однажды я был на таком членском собрании, это было в городе Запорожье, и, в общем-то, решали очень важные вопросы для любого членского собрания. Обычно решают очень важные вопросы, там, какие трубы провести, где повесить кондиционеры. И шли очень горячие споры на этот счет, там, финансовые вопросы касалось, и шли очень такие дебаты горячие. Вот. И в какой-то момент один молодой брат из деконов церкви, очень эмоциональный, он встал и сказал, братья и сестры, мы же все христиане, как мы можем тут ругаться, спорить, доказывать что-то дуду из-за таких мелочных вещей, о которых мы сейчас говорим. И он это сказал, и не успел закончить, как одна пожилая, уже умудренная опытом многолетним христианством сестра, она встала и сказала, брат, сядь, пожалуйста, Библия, Библия, жизнь, жизнь. Понимаете? То есть мы готовы быть христианами, но до той степени, чтобы наша жизнь не пострадала от этого. И очень часто так происходит. То есть люди готовы принять то христианство, которое благородит их уже существующую природу. То есть люди готовы ходить в церковь, люди готовы называть себя христианами, но до той степени, чтобы не помешать как-то своей уже сложившейся жизни. Что говорит Библия? Что настоящая вера, настоящее христианство, она полностью меняет жизнь. И человек уже не задает Богу вопросы. То есть вот это я буду делать, потому что мне это комфортно, а вот это я не буду делать, потому что, ну, я не хочу, я так привык, мне это нравится. И последняя категория людей, положительная категория, это то семя, которое упало на добрую землю. Это восьмой стих и двадцать третий. Иное упало на добрую землю и перенесло плод. Одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать. И двадцать третий стих, объяснение этого отрывка. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать. Прочитаем еще один отрывок в этой же плоде с девятого стиха. Кто имеет уши слышат, да слышат. И приступив, ученики сказали им, для чего ты притчами говоришь? Он сказал им в ответ, для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит, слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите. Ибо обупело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не видят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Задайте сегодня себе вопрос, как вы относитесь к Слову Божьему? В какую категорию попадаете вы, вот из этих четырех категорий? В той категории, которые принимают эмоционально слово на эмоции, и которые в принципе все свое христианство строят только на эмоциях, и ни на чем другом. Вы знаете, сегодня на эмоциональном христианстве построено целое огромное течение в протестантизме. Большая часть харизматического движения построена на эмоциях, и когда эмоции пропадают, то ничего больше не остается. Или вы попадаете в категорию тех людей, которые готовы быть христианами, но ровно до той степени, чтобы не повредить свою жизнь каким-то образом. То есть считаете ли вы себя достаточно хорошими, и просто принимаете ли вы к своей жизни, то есть веру в Бога, как какую-то просто добавку? Просто как то, что в принципе я и так достаточно хороший человек, но еще будет в моей жизни вот это. Или все-таки вы попадаете в эту категорию тех людей, которые слышат Слово, сердце которых меняется, которые готовы сокрушаться, которые готовы действительно в смирении перед Богом приходить к Нему, менять свою жизнь. Когда вы хотите ли вы этого, стремитесь ли вы к этому. Я хочу, чтобы сегодня каждый из нас проверил свою жизнь, и действительно хочу пожелать и вам, и себе, чтобы Слово Божие это было высшей, самой главной и самый важный ориентир нашей жизни. Аминь. Аминь.